я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей с вами бутылку с добро пожаловать в третью серию посвященную татьяне умному дому и непосредственному внедрению этого умного дома в мою квартиру в мою мастерскую сегодня я вам покажу наконец-то уже скрипт конфигурации давайте посмотрим что находится в моей домашней директории вот у нас есть и project который я программировал но ладно нас интересует собственно директория самой татьяны переходим татьяну переходим в татьяна как звучит давайте посмотрим что находится внутри у нас есть конфигурационный файл и конфигур пай давайте его запустим и приступим к конфигурированию все исходные коды доступны на github друзья мои татьяна полностью открыт программный продукт запускаем добро пожаловать в конфигуратор я его уже в группе вконтакте показывал что оно работает что она уже в принципе используется но вот давайте покажу так сказать в боевом режиме root это разуме пароль к mysql вводим данные и попадаю в главное меню и так давайте создадим пользователя я пользователи удалил как видите таблица пустая по умолчанию когда вы будете первый раз запускать конфигуратор он создаст пользователя root с паролем root кстати да не забыть необходимо будет не обязательно прокомментировать это собственно здесь все понятно я максимально упростил скрипт для того чтобы на экране отображалась вот прям вот на одном экране полностью готовая одна сущность так сказать то есть любой дядя вася увидев сообщение на одном экране и прочтя все что видит он понимает что делать в этом разделе табличка у нас пустая пользователей нет давайте добавим пользователя давайте добавим собственного нам понадобится логин пароль и имя и так введем логину допустим бутылку пароль ну и собственно обзовемся например бутылку с и мы видим что у нас появился пользователь с логином бутылку с именем бутылку с логин будет использоваться для входа в веб-интерфейс а имя появится в веб-интерфейсе для представления возвращаемся нажимаем 0 для возврата пользователь у нас создан теперь посмотрим на пины и так что же у нас здесь как видите я тут уже немножечко поковырялся но сейчас будем все перенастраивать дело вот в чем сейчас моя разводка вы видели да сделана на одном выключателе давайте покажу вам схему она разумеется схема очень схематично хотя в принципе очень даже соответствует всем стандартам электротехники кроме разве того что она не отображает реальное положение дел потому что я не нашел реле с управляющим контактом то есть здесь вот как видите обыкновенные реле стоят но тем не менее и так давайте посмотрим так у нас есть 220 вольт которые входят да это общая несущая так сказать наша шина вот они две линейки 220 вольт фазой 0 и соответственно реле данном случае управляет четырьмя контурами на каждом из контуров по две лампы как я объяснял в предыдущих роликах на противоположных стенах будут находиться соответственно парно лампы и включаться они будут соответствующим образом то есть четыре запараллеленных контура к пинам 2 3 4 5 6 7 8 и 9 то есть всего 8 пинов не забываем что нумерация пинов на разбере со 2 по 27 контактов всего 26 будет подключена линейка восьмиканального реле то есть один большущий модуль 1 2 3 4 контакты этого реле будут подключены к нашим контурам с освещением и соответственно замыкают 220 вольт управлять всем этим безобразием будут вот эти четыре кнопки кнопки будут подключены к пинам 10 11 12 и 13 и как видите один из контактов кнопки будет всегда подключен каждой кнопки быть заземлен то есть всегда используется подтягивающий резистор кнопки всегда находятся в положении 1 и если мы посмотрим на исходный код татьяны мы увидим что кнопки у нас обрабатываются событием падения то есть с высокого на низкий сигнал должен измениться когда мы нажимаем на кнопку высокий сигнал начинает стекать в землю соответственно напряжение на входном управляющем пине 10 11 12 или и может быть и одновременно соответственно падает в ноль потому что весь ток спина начинает уходить в землю вот так вот нехитрым образом это все будет работать ну и соответственно давайте настроим по порядочку как оно должно у нас быть здесь то есть вот мы смотрим у нас есть таблица а вот она самая главная таблица она отвечает за имена устройств управлять типом подключить подключение или является важнейшей частью татьяны нам необходимо уже осознавать и иметь готовую схему ну хотя бы вот такую то есть реально иметь готовый абсолютно план в своей голове ну и соответственно давайте настраивать то есть со 2 по 9 пины нам необходимо настроить как выходные реле для этого нам необходимо сделать очень простую операцию смотрите это первичная настройка для первичной настройки если мы посмотрим очень удобно ввести единичку дело в том что у нас pin 1 он не существует на разбере но нет такого физически пина есть только 2 соответственно будем настраивать все подряд хотя конечно не обязательно давайте начнем пожалуй вот так все таки мы вводим 2 pin это у нас выходные реле это у нас реле зададим ему имя у окна вот появилась соответственно настраиваем 3 это тоже реле назовем его над столом все и соответственно с 10 по 13 нам необходимо задать кнопки давайте обзовем их просто кнопка 1234 поскольку это кнопки в мастерской давайте зададим им такие же имена типа мастерская первый контур 2 3 4 то есть мастерская 1 мастерская 2 мастерская 3 мастерская 4 это имена кнопок и так теперь нам необходимо будет связать 10 11 12 13 кнопки с вторым третьим четвертым и пятым каналом все здесь мы разобрались ну и 14 pin в мастерской датчик температуры так и оставим пусть остается возвращаемся 0 для возврата в меню возвращаемся в меню теперь у нас есть меню одноканальных кнопок то есть одна кнопка одно реле это очень просто мы нажимаем на кнопку срабатывает соответствующие реле переходим сюда и видим типовой вот у нас отобразились кнопочки все наши 1 2 3 4 готовые пины и соответственно можем привязывать ну и начнем по порядку начнем с 10 кнопочки привяжем его выходному пину 2 вот мастерская привязана видите да появилось сообщение о том что pin 10 это мастерская 1 привязан к пину 2 у окна вот так вот все очень и очень просто и культура на теперь настраиваем 11 привязанного к третьему пину и привязываем над столом соответственно настраиваем 12 привязываем его к четвертому пину это у нас средняя канал средние лампочки скажем так ровно посередине комнаты почти ровно посередине комнаты они у нас располагаются ну и 13 привязываем к 5 это у нас получается дальняя стена в углах до в углах всего настройки совершены теперь прямо сейчас если бы у нас татьяна уже работала мы соответственно уже увидели бы работу этих кнопок ну нужно было бы просто перезапустить татьяну возвращаемся снова в меню проверим что у нас в двухканальных кнопках двухканальных кнопок у нас нет здесь все просто разумеется описание полностью прописано ничего сложного датчики климата у нас разумеется есть вот 14 можно все перенастроить можно поставить дичь и 11 можно поставить дичь и 22 если мне память не изменяет поддержится еще один какой-то датчик дело в том что используется модуль для разбери пи который так собственно и по моему и называется вода fruit дичь и впрочем 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 здесь смотрите сами на гитхабе все это есть ну и вернемся в главное меню все собственно единственное что у нас охранная система как видите да здесь стоит у нас заглушка али армы охранная система пока не настроена но татьяна абсолютно точно уже умеет работать с камерами друзья мои если мы посмотрим исходный код вот сюда и вот сюда у нас есть есть возможность все это дело записать все это умеем как ни странно единственное что записывать скорее всего будет уже не ffmpg а наверное avconf но это все такое знаете это все мелочевочка скажем так ну и собственно все вот так не такие уж и сложные это мероприятие как видите все очень легко и просто дальше уже будем монтировать коробочку друзья мои я поломаю голову как разместить это все дело в коробке в моей которая у меня есть так что так что оставайтесь на связи господа видите татьяна настроена была буквально за несколько минут на этом все господа с вами был бутылку до следующих роликов